Господа сталкеры, приветствую вас всех! Мы продолжаем скитаться по зоне, убивать всяких неприятных существ, получать в них хвосты, но в этом случае не получать хвосты. В общем-то, мы сейчас с вами пойдем на кордон, но прежде чем оттуда отправиться, нужно убить еще плоть. Мы перебили, в них ничего не было. Вот так, мне нужен глаз для бармена. Бармену очень нужен был глаз этой плоти. На кой хрен, непонятно, блин, нет. Неужели на ферму придется забегать? Так, и очень мне удручает тот факт, что я не нашел мамины бусы. Очень сильный артефакт, который увеличивает защиту от пулестойкости. Хотя мне и так с броней монолита пулестойкости хватает, но было бы здорово, если еще ее было бы больше. Так, ладно, у нас тут есть еще одно небольшое задание, оно находится на краю карты. Можно его выполнять, можно не выполнять. Я не помню уже, что нам дается за него. Но что-то додается. Так, также у меня большой перегруз. Я все это продам Сидоровичу. Вот, в принципе, вот эта кушь нам уже не нужна. Там и патрон нету к ней. Но ничего страшного, ведь скоро у нас появится ГРОЗА. А потом уже и НАТОвский, ТОЗ. А после ТОЗа, ВАЛ, ВСС. Ребятки! Отойдите к ней, братан. А что случилось? Че могу тебе помочь? Вроде одиночка, да? А че тебе надо? Что-нибудь интересное сказать? Бандюков, шасси, да Бандюков я всех убил. Так, или не ты меня звал? А, брат, ты меня звал, что ли? А че тебе надо? Зачем ты меня звал? Ты одиночка вроде. Слушай, классная пушка нужна? Я возле лентаря нашел кое-что. Тайник там был одним словом. Среди всякого там гауссовка лежала. Отлично, я тебе доложу штука. За сто метров на повал валит. Могу уступить, если интересуешься. За восемьсот всего. Через две минуты вынесу. Да ладно! Держи-ка ж деньги. Восемьсот всего. Гаусс, пушка. За сто миль просто всекает. Ну, жду. Жду тебя, друг, жду. Все, я даже отвернулся, чтобы не смущать тебя. Все, отвернулся. Жду. Гауссовку жду. Очень сильно жду. Вот вы твари, а! Одиночки против одиночек, а! Ну что за сволочи. Вали отсюда, пока цел, лошара! Так, ну допустим, если я пойду, они меня, по мне, начнут стрелять? Я проверю. Глядись! И постройки! Так, стой, а почему я в комбинезоне? В обычном. Так, ладно. Интересно, как-то отразится это на том, что я... Вали отсюда, пока цел, лошара! Ну какие же вы одиночки после этого. Вы ничем не хуже мародеров, обычно. Ничего, возьму я вас все сполна. У меня 80 рублей. Че, я его обычный тут... Обычный новичок! Ты че с ним вообще... О-о-о! А вот эта пушечка-то очень интересная. Бесшумная газюка! Не обычная какая-то там гадюка вот, а бесшумная! Ну вот это неплохая расплата. Так, у тебя че? Опа, что-то еще тут? И кто это там? Мужик, я бы на том месте убежал. Не совсем разумно это. Махаться с тем, кто сильнее. А? Целей будешь! Законы зоны, что б тебе не писаны. Вы хотели меня налюбить, а я вас налюбил с этой жизнью. Возможно, в следующей будете поумнее. Будете знать, кого можно грабить, а кого ни в коем случае. Так, тайник в трубе. Одиночка, враги. Надеюсь, что остальные одиночки врагами не стали. Вроде нет. Нейтрал. В крайнем мере не получили то, что заслужили. Труба, но труба не та. Вот такие, друзья, бывают порой ублюдки. Думаю, что кореша не твои, а они вот так-то тебя. Ну, по крайней мере, не галусовка, но хотя бы гадюка с глушаком. И то неплохо. Так, может... Давай, за твой покой. Ну что, проходим через вот этот вот потаённый проход. Прям вообще хрен его обнаружишь, да? Ворота на дороге. Очень тайный проход. Проберёмся к Сидричу, ему сбагрим всё то говнище, которое у нас складируется в инвентаре. Консервный банк мы ему не принесли, он наверняка обидится. Ну, хотя, жестёночки может подкинуть. А-а-а, уродина! Что такое? Васька, коза, ты что такое-то? В мостном встретился, это ведь суть... А-а-а, ты что тут вообще делаешь? Сволочь, не доставай меня! Ну да. Я держусь! А ты что скуришь? Вот и всё. О-о-о, наконец-то, глаз плоти. Что мне было нужно? Вернее, бармену. Так. Вас-то есть. А если найду? Ещё какие-то вы без хвоста-то это. Вообще, нет, наверное. Всё, Васька, козырь! Всех перебил! Можешь не переживать! Блин, а вот теперь на бандит наверняка. Надо бы это... Я ещё быстро отказался. Здорово, мечный! Рад, что ты жив! Да ещё не заглянул к нам на Гагалк? Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклювается. А, ну, очередное дельце, за которым мне копейки заплатили, да? Держись! Чё, держусь ты? Да блин, держусь я уже давно, и всё в порядке у меня. А тут чё закручь? Ты как вообще-то попал на эту зону из-то? Собак, боишься! Так, ладно, с Патриком мы не попрямим. 5,45 тратить ты, конечно, совершенно не хочешь, но вынуждают. Ладно, в любом случае скоро мы пойдём на дикую территорию, и там уже будут у нас патроны 5,56 и стволы новые. Так, собака попала в аномалию. Так. Ну-ка, ну-ка. Никого нет? Ага, никого нет. Есть говняки. Ну только один. Всем уж ты! А, ну двое. Ладно, не густо. Ну трое. Эти ребята пошли, видимо, отвоёвывать АТП. Ну давайте, ребята, успехов вам. Помогать я вам не буду, потому что вы и сами сможете, да? Чё там, новички, бандиты сражаются с новичками-сталкерами. Это нормально. Я думаю, что у них есть шансы 3 на 3. Можно было бы, конечно, посмотреть, кто кого бы сделал, но я все-таки верю в то, что добро побеждает зло. Хотя бы иногда. Тих-тих-тих. Ой-ой-ой. Плохо дело. Сейчас бы сдохнуть на кордоне в аномалии. Неужели может произойти более тупая смерть? Сдохнуть в трамплине на кордоне. Эти куда пошел? Какой-то безумный сталкер. Он поперся просто по полю аномалии. Их восстанет. Паниковать начнет. Оружебрел. Так, убери оружие. Убери оружие. Я же карп. Чё ты меня боишься? Так, ладно. Сейчас Сидоричу нужно будет помочь забраться на кордон, где много военных. И ему нужно опять документация. Так что именно так наше сегодняшнее приключение будет выглядеть. А уже в следующей части мы с вами попремся в дикую территорию. Пожака. Принести документы. Так, вернемся награды к кому? К Сидоричу? Отлично. Давайте судьбе пиздорка. Хорошо. Вернуйся. Так, ну что, был в X-18 документ нашел? Да, вот они. Так, ага. А вот это очень даже интересно. Расскажу, не поверят. О, как? Ты смотри. Даже не предполагал такого, как все запущено-то? Ну ладно. Держи обратно. Это все нужно отдать бармену. А тебе за труды причитается. Я попал от задания. Вау, гранаты. РГД, РГД. КМ-74-2. О, О, БП. Ряшки. Спецзадание есть? В общем, тут такое дело. На блокпост на глубине зоны передали ящик с отсчетом одной из экспедиций, что к северу ходило. Днем охраняет его так, будто он чистым плутонием наполнен, а по ночам почему-то не больше двух охранников вставляет. Продолжай. Проберись тихоря на блокпост. Да изыми для меня этот ящик. А уж я для тебя ничего не пожалею. В разумных пределах. Возьмешься? Ну попробую. Ну так я денежку готовлю. Ты ведь меня мечные еще ни разу не подводил. Только вот шуму не наделай, ладно? А то нам всем тут небо с овчинку покажется, если вояки обидятся. Да они вояки вообще не обидятся. Ооо, гром 545. 20 тысяч. Смотри на это прелесть. Но мне говорили, что гром 545 можно в тубе каком-то найти. так что я смысла то вообще не вижу так ну хотя вот как ты меня любишь добавлю несъемный глушитель собственно такое себе ломать мясо на держи ломать мясо держи каплю а больше я тебе сидр и чашеньки не дам неплохо хороший товар под 545 именно этому не очень хороший калибр плюс у меня есть тут скорострельный калаш все мне нормально и что на примете у вас все собаки медуза берусь вот и водочка так что еще каменный цветок грусть его в задании 3000 так торговых представителях тащить хвост всем на собаке натерт факт ломать мясо я берусь я бы было заданием армейская аптечка так что там еще у тебя местность ночная звезда хрен тебе хвост всем собаки мне имеется смотри имеется так вот все собаки я берусь повод задания дротик зашибись это другая к нету мне дротик честь кровососа губа не дура у тебя все круче и круче хочет да вот друзья отпишитесь стоит ли покупать у него гром 545 я думаю что нет потому что дороговато можно эти деньги потратить с большим умом у бармена вы еще консервных банок на сына плюс по всему еще с трупа можно эту пушку получить так в общем то дротики доставляем бронебойки можно с собой взять ну что с богом удачной охоты и stalker да 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 надеюсь искренне потому что его первую очередь нужны и приблудок это находится в этом вещи желательно конечно это делать ночь не хочу я ждать тем более уже глубокий вечер скоро ночь так что у нас там по рангу я уже опытный одиночка на 398 месте тут написано что заминированы по факту нет а а может ладно не сильно ты заминирована по кому вы стреляете дебил руль ребята 80 состоянии делайте брошу оружие на землю гранат подойдет вообще они не урон не наносит почему-то бронебойки заедились ладно так ладно блин конечно броня монолитка это вообще читерсная да таксика боевые лекарства разворачиваются бока и все ладно по крайней мере для чего еще бронебойки нужны военных бронежилеты как раз очень хорошо пробивает что все один всего мастер военный ничего себе серьезно стреляй стреляй так ценность командирка значит да вот крыса так ценность почти всегда падает так получается какой-то один остался еще еще один живчик ооо тайник вар варпалах это обычный заряжен вот это богатство не сувелиться да 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 не сувелюсь вообще не сувелюсь так энергетик какой-то не знаю список чего-то ну серьезно так вот сейчас бы сдох тут вот одного напряженно так а ВМК вот тут например жопа была голая и не все все больше не тут нет документация весит вообще не весит вздругим и побежали блин это вообще что-то я прям перебрал МВС держал службу украине а? Да, ну что, все, побежали, побежали. Сейчас вам надо этих обыскать. Блюдошников. Не мучайся. Это, по крайней мере, благородное. Так, а там еще одного надо искать. Вдруг у него что-то ценное. Патроны. Патроны тоже ценное. Так, 51. Да, докер реально ничего не весит. Зато до хрена весит артфакт, который мне не особо нужны. Ну, армии скептички. Да, армии скептички очень много весят. Они, в принципе, дорогие. Но они мне пригодятся в дальнейших боях. Так что их нужно экономнее использовать. Документы ЗК-16. Часть 4. А первые три части уже расшифрованы. Так. Так, это что там интересное? Разведку местности права? То, что может быть... Оружие убрал, да? Оружие убрал. Так, ау, нет оружия, да? Ну ладно, когда не убрал. Эй, меченый, ходи сюда. Есть тема для разговора. Тема для разговора, а да, так кто вообще такой? Опа. Энергетики. Вот тайник. При аптечки. При аптечке. Да, хорошие оружие убрал. Я вообще помогать сейчас буду. Так, ладно. Тут мы тоже зачистим наемники. Но наемников мы, наверное, убьем уже в следующей с вами части. И потом сразу уже... То есть у нас часть будет прям с наемниками. Там угрызться будем с ними по полной программе. Потому что на дикой территории одни наемники. И тут сейчас будут штурм наемники. Вот. Вот молодчина, дружи. Хотя, конечно, спасибо вам с этого не будет. Значит, держи три или нет. Две тысячи тугриков, и мы в расчете. Кстати, Зольдая же ведь пропажу обнажет обязательно. Так тут такой кипиш начнется. Так что валик этот отзыв быстрее на повышенной скорости. Три. А, нет. Тут две тысячи. Пока ничего нету. Так. Ну ты, конечно, крысюк еще тот съеда. Так, не. Двадцать рублей, ну тебе нахер. Ну да. Так. Ломать мясо тебе может еще? Неплохо. Так бы всегда. Да, неплохо. Ну, удачной охоты. Хотя могло бы быть лучше. Слушай. Ну, это неплохо. Так, ну что. В общем-то, сейчас я начну. Рейд. Сбротив наемников. Полетел. И мы. Пошелечный. Тактику боя знают. Ого-го. А тут мальчишки. В общем, решили засесть их по домам. Вроде бы ушли мы. А как тут вернется в удачный момент? Атаковать. Нам только таких бойцов, как ты сейчас. Ох, как не хватает. А после боя сочтемся. За нами не заржавеет. Ну как, поможешь? Помогу. Предполагаю, потратить старше время подготовку в бою. План такой. Самых зеленых новичков по домам, по двалам разгоняю. Приказом нос не высовывать. А то положат пацанов. Не за хвост собачий. А мы с тобой еще парочку ребят, что посерьезнее займем удобные сектора для обстрела зону угол костра. Как они к костру подойдут, мы их изжатнем с этих сторон. Они со стороны моста появятся. Думаю, уже скоро. Так что ищи укрытик с хорошим сектором. А по моей команде и начнем. Нет, ну ты, конечно, сам смотри. Только на открытом месте, думаю, уцелеть шансов мало. Решайся. Хорошо. Ну в общем, друзья. На этом давайте с вами заканчивать. Уничтожен майорник в следующий раз. Не грустите, не болеть, не скучайте. Всем пока. Успехов. Пишите комментарии. И по поводу грома обязательно. Пока.